В танковой дуэли есть все признаки ушедшего в прошлое благородного выяснения отношений. Обозначены позиции и по сигналу машина начинает сходиться. Разве что эта дуэль идет не один на один, а трое на трое, и атакует только одна команда. Задача второй удержать свой рубеж. Внимание, броня! Ориентир два. Три танка противника. Сходу уничтожить. 17-й мотострелковой бригаде, дислоцированной в Чеченской республике, танковую дуэль, как новый способ тренировки танкистов, стали применять совсем недавно. Такие занятия, в отличие от классических упражнений по стрельбе, и более зрелищны, и гораздо лучше позволяют экипажам развивать тактическое взаимодействие в условиях, приближенных к боевым. Оцениваются действия экипажей командира взвода тактических действий, быстрое принятие грамотного решения на незнакомой местности. Соответственно, в постановке задач своим подчиненным подразделением. Стрельбы боевыми снарядами также входят в программу подготовки. Каждому экипажу дается по три зачетных выстрела из движущегося танка. Задача, конечно, привычная, только вот танк новый. Начало весны на танковом полигоне это всегда такие, как бы это, точнее сказать, весьма специфические условия, как для личного состава, так и для техники. Но именно сейчас вся эта грязь, которую вы видите вокруг, подходит как нельзя к стати. Ведь всего несколько месяцев назад войска начал поступать новый, точнее, глубоко модернизированный танк Т-72БМ. А лучших условий, чем все вот эти, для испытания в полях новой техники и не придумаешь. И здесь не только грязь, но и частые в предгорьях туманы и пасмурная погода, ухудшающие видимость, помогают оценить новую машину. Т-72БМ по своим характеристикам практически не уступает танку Т-90. Поступающий на завод обычный Т-72 получает новые гусеницы и абсолютно другую башню, начиная от орудия и динамической защиты и заканчивая самой современной электронной начинкой. Установлено на танке, модернизировано, тепловизионный канал. То есть командиры и наводчик могут вести огонь по тепловизионному каналу автоматически. Тепловизионный канал позволяет обнаруживать цели на большие дальности. Зарубежные аналогов такие есть, но у них нет управляемой ракеты, как у нас есть. Неподалеку от танкового полигона мотострелки тренируются отражать атаки бронетехники. По всем частям и соединениям российской армии подходит к концу зимний период обучения, но только не в 17-й бригаде. Начиная с 2004 года все части, расположенные в Чеченской республике, комплектуются только из бойцов, служащих по контракту. А у них вместо термина «обучение» уже давно принято слово «совершенствование». Вся специфика заключается в том, что они проходят не первый контракт своей службы. Здесь не ставится цель научить, здесь ставится цель проверить готовность и совершенствовать навыки военнослужащих. И совершенствование боевых навыков личного состава и обновление систем вооружения, связи, технического парка является приоритетными задачами для частей Южного военного округа. Константин Исаев, Павел Мойков и Александр Назаренко, телеканал «Звезда», «Шали», Чеченская республика.